К сожалению, у нас подводит техника, и мы с Александром Невзоровым не можем пока выйти на связь по скайпу. Хотя вот все-таки видим картинку, и возможно наша рубрика, которую мы назвали «Пятиминутка Невзорова», сейчас состоится в полном объеме. Доброе утро, вы нас слышите? Доброе утро, конечно, нас слышал. Ну что, тогда начнем обсуждать те темы, которые волновали и Россию, и Эстонию, и, быть может, остальной тоже мир, о чем говорили. По крайней мере, обсуждались в обеих странах. По крайней мере, обсуждались. Но вот церковная комиссия опровергла заявление крымского прокурора Поклонской о том, что в Крыму мироточит бюст. Николая Второго. Как вы эту новость можете прокомментировать для наших зрителей? Ну, церковная комиссия не то чтобы опровергла, она призвала к некой осторожности в оценках, то есть она начала вилять задом во все стороны его реангулировать, потому что совсем опровергнуть, скажем так, она не может, и подтвердить она не может. Вообще, дело не такое забавное, как кажется, на первый взгляд, потому что подобный случай, чтобы не шутили по этому поводу в интернете, наблюдался еще где-то, по-моему, в 80-х годах. Просто я сам листал это дело, когда пламенный коммунист вдруг начал утверждать, что потеет Дзержинский. Потому что слово мироточит мы должны заменить на более бытовое, понятное. Что происходит? Происходят какие-то выделения каких-то непонятных жидкостей на предметах, и вместо красивого и пафосного мироточит надо заменить на слово потеет. И вот потеет Дзержинский, и там пламенный очень и убежденный советский человек утверждал, что Феликс Игнудович потеет, потому что он работает до сих пор, и в разгар пятилетки это неудивительно. Вот, в общем, мы имеем мироточилов и Дзержинского тоже, но там дело закончилось совсем плохо, потому что все-таки санитару палец ему удалось откусить, вот нашему главному герою. Так что, если будут какие-то меры реагирования медицинского предпринимации в данном случае, в сегодняшнем случае, то, конечно, надо пользоваться кольчужными перчатками и вообще относиться к этому делу серьезно. Если без шуток, то ситуация прекрасная, потому что мы видим, что такое настоящее православное мировоззрение. Это мировоззрение, которое отбрасывает человека на два или на три столетия назад, до эпохи, когда уже все было выяснено, потому что мы все знаем про эти мироточения, мы знаем про эти потения икон, потения статуи, потения других предметов, и прекрасно понимаем химию происходящего, но дремучесть и темнота основной части населения и чиновничество, кстати, они феноменальны. Я помню, как я сам показывал чиновникам Смольным недавно фокус с радомидом калия и хромидом железа, знаете, что это такое, да? Когда на совершенно чистой, ровной поверхности вдруг начинают проявляться кровавые пятна. Ну, то есть все это исключительно на уровне иллюзий. Но у нас даже шутили, что вот эта новость о мироточении бюста в Крыму появилась для того, чтобы отвлечь внимание общественности от разоблачений Навального в адрес премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. Ну, кстати, что касается вот этих громких заявлений о тайных сокровищах российского премьера, то вроде как-то новость появилась, и все, и после этого тишина, и ничего. А никто и не знает, как реагировать, потому что эта новость на самом деле свидетельство глубочайшей нормальности Медведева. И подтверждение моих слов, что нам всем еще очень повезло, что они не убежденные национал-патриоты, а что они все, в общем, милые лицемеры, которые одной ногой стоят где-нибудь на Канарах, а вторую ногу для удовлетворения публики зачем-то одевают в лапоть. Но этот лапоть тоже, как правило, заказан где-нибудь у Кардена или у Сен-Лорана, сюда завезен, и после 140 примерок вот демонстрируется народу на ноге. Верить в искренность всего того маразма идеологического, который декларирует сегодняшняя Россия, не надо. И вот эта вся история с благосостоянием премьера, скажем так, это очень хорошее подтверждение того, насколько все они, в том числе и в Кремле, далеки от каких-то, скажем так, самых мрачных, самых черных, самых человеконенавистнических проявлений, потому что цели у них, как мы видим, совершенно другие, нормальные, понятные человеческие цели, благосостояние, комфорта, уюта, ну и немножечко повыпендриваться для народа, который очень любит лапоть на тематику. Общественность задается вопросом, посадит теперь Навального или нет, тем более, что он собирается выставить свою кандидатуру на пост мэра Москвы. Вы знаете, мне спрос Навального, потому что я неоднократно говорил, что Навальный не прошел мой тест на «Крым наш, Крым не наш». Ведь в России сегодня эти слова обозначают способность различать добро от зла. Это очень важный момент, поскольку и дело ведь совсем не в любви или в нелюбви к Крыму. Дело в том, что должно присутствовать понимание того, что этот фактор недавней российской истории, именно он обеспечит нас теми грандиозными проблемами, которые закупорят всякие потенциалы, возможности развития, которые навсегда испортят репутацию страны и будут вечной костью в горле. Вот его ондулирование Навального в этом вопросе меня несколько смущает, честно говоря. Хотя, конечно, он исключительно обаятельный и достойный человек, несомненно. Спасибо. У нас на связи был Александр Невзоров. Мы обсуждали те темы, которые были актуальными в последние дни в России. То, о чем говорилось, то, о чем писалось, и что обсуждалось в социальных сетях. Кстати, в социальной сети, на странице ТВ Плюс в Фейсбуке, вы можете также увиденное и услышанное прокомментировать и поделиться своим мнением. Что касается Навального, то он еще и заявил, что готов идти на выборы по списку коммунистов. То есть хочет с ними объединяться. Это еще одна перспективная тема, которую мы, быть может, затронем в одной из следующих пяти минуток Невзорова. Но сейчас музыка, после чего поговорим о борьбе за пост лидера свободной партии. Один из кандидатов на пост лидера будет у нас в гостях.